Тили-ти-ти-ти-ти-ли-ли-ти-ли-ли-ли Как часто ты сталкивалась с сектами? Ведь у тебя на самом деле опыт 12 лет до прихода к альфодайвингу. Ты знаешь, фактически постоянно вопрос в какой степени, в большей или меньшей. Потому что, вот смотри, приезжали ко мне тренера. Я их называла тренера. Я их не называла гуру, я их не называла там великий Магараджа или еще кто-то. Я их называла просто тренера. Но каждый из них, ну практически 90% людей, с которыми мне приходилось сотрудничать, старался вокруг себя сплотить людей так, чтобы они от него не уходили. Чтобы они ходили на все его семинары, на все его тренировки, на все его занятия. И для этого использовались абсолютно разные приемы. Они сегодня, эти приемы продаются, продаются на ютубе как обучающие программы, как привязать внимание человека. То есть они не говорят, не учат работе со вниманием то, на чем мы акцент делаем. Они говорят о том, как продать и как человека не выпустить из когтей. И понимаешь, какая подмена происходит? Человек неосознанно втягивается, и он даже не осознает, что он попадает в секту. Вопрос, будет она тоталитарной или будет не тоталитарной? Как себя поведет человек? Но фактически он зависим. Ну вот давай маленький пример приведу. Сегодня на ютубе модно, вот даже такие подкасты, как мы сейчас делаем, абсолютно в примитивных условиях, таких бытовых, деревенских. Модно сделать, например, сделать таинственный свет, мигающий, такой пониженный голос, сделать темный фон, мерцающий такой, успокаивающий, как черная дыра, так втягивающий. Захватывающий. Захватывающий внимание. Это да. И вот ты посмотри, как сейчас блогеры записывают. Сейчас даже в обучающих программах на ютубе начинают с того, что сделайте либо белый фон, если вы все будете делать веселое, так солнышко такое ослепляющее, и у человека пум, и мозг заклинил. Гипноз. Либо же сделай вот это втягивающее, усыпляющее внимание. И человек начинает давать советы. А вот здесь уже, когда пошло на уши, особенно если еще есть личный контакт, также там, где есть тактильные ощущения, то дальше человека надо увлечь, чтобы человек понимал, что кроме этого гуру никто так больше не может. Он зависим от него. Он ему поможет, он за него что-то сделает. Он. Идет вынос авторитета. Вынос сразу, да, чувствуется даже. И вот этот вот вынос авторитета делает дельту, дельту потери разума у человека во времени. И вот эта дельта, она, конечно, страшная. В моей жизни был случай, очень жесткий случай. Получилось, что я сама создала секту, и потом я осознала, что она будет тоталитарной. И я вовремя остановилась, и я же ее и похоронила. Она была небольшой. Там по количеству человек, наверное, до 30 было. Даже видео еще есть одно в интернете, там, где праздник устраивали вместе. И там был такой гуру. Он реально себя гуру именовал и так далее. Но он реально обладал определенными психическими способностями. И это меня увлекло. И я все время училась. И у этого человека действительно были определенные психические способности, но он использовал психоактивные вещества. А, я даже примерно поняла это. Да, да, да. Вот, и ты знаешь, мне удалось оттуда достать практически большую половину людей, но есть люди, которые до сих пор зависимы от него. То есть это полная потеря разума. А я немножко перебью. А сама ты почувствовала его влияние на себе? Было у тебя какое-то хоть... Было. И знаешь, на чем, что меня остановило? Ведь в сектах принято разделяй и властвуй. Для того, чтобы управлять, надо разделять и властвовать. И у нас начались ссоры с мужем. Он настолько им увлекся. Это единственный человек, на котором он просто... Бог! Вот Бог, он реально на его фотографию смотрел, как на Бога. Я ему говорила, слушай, это наш тренер, у тебя с мозгами все хорошо. И я по мужу заметила. И муж, он выходил из-под этого влияния, наверное, лет пять. Ого. Понимаешь? И после этого он не взаимодействовал и считал ерундой взаимодействия. У меня уже были серьезные люди, тот же Лавров, тот же Белоусов. А он считал, что это все, и боялся этого. Боялся, потому что у него до этого был такой травматичный опыт. То есть это начало нашей деятельности. И очень интересно получилось тогда. То есть я осознала это. Я включилась, я увидела, что я теряю мужа. А сама, вот именно сама ты, вот сейчас ты можешь вспомнить, именно сама ты попала под влияние? Определенное время, да. Я сама, как гензокипнотизированный кролик, смотрела на это все. Кстати, это еще было до всех этих вот, до сознания буддизма всех. Ну, где-то параллельно. Вот в это же время у меня и линия буддизма начала развиваться, но чуть-чуть позже. Поэтому у меня еще опыта массовых психотехник не было. Вообще не было. То есть я нестрелянный воробей была. И вот у меня было преклонение какое-то время, наверное, месяца два. А потом я увидела непорядочность человека. Потому что организатор – это всегда человек, который имеет финансовое взаимоотношение и который знает нутрянку. Он видит, как себя человек ведет в кафе, как человек себя ведет в жизни, как человек себя ведет в автомобиле. То есть он видит те вещи, которые не видят другие люди. Он видит изнанку. И я когда видела изнанку, у меня улетали все эти гуру, все эти понты улетали сразу. Это помогало тебе. Очень сильно. И вот тогда, в тот момент, получился у нас разрыв отношений. Ты знаешь, очень интересно было. То есть это была потеря финансов, это была потеря людей, это была потеря имени, это было напряжение очень сильное в семье. То есть это был удар. И причем удар очень сильный, потому что получалось, что этот гуру очень четко просек, что у нас с ним не складывается. И он просто оговаривал меня перед людьми. И получилось, что я была изгнана из секты. Я ее организовала, я была из нее изгнана. Так вот, вот этот вот момент, он достаточно сложный был психически, психологически. И он сделал меня сильнее, и он сделал меня умнее. И я чувствовала вот эту силу, я ее чувствовала постоянно. И я постоянно благодарила его. Я его благодарила. Вот любое воспоминание о нем, я его благодарила, благодарила, благодарила. У меня не было ни злости, ни агрессии, ничего. Я нашла других людей. Вот тогда я увлеклась буддизмом, было опять-таки открыла для себя массовые психотехники в буддизме. И потом следующие гуру появились, тренера. И я переключила внимание. Но если мне приходила какая-то информация о нем, я все время ее воспринимала через благодарность. Благодарю, у меня был чудесный опыт. Все, до свидания. Благодарю, у меня был чудесный опыт. До свидания. И так случилось, что где-то лет, наверное, через семь или через восемь после того, этот человек написал мне ВКонтакте. ВКонтакте, он не просил прощения, но он просил сотрудничества. То есть он хотел опять поиспользовать мое имя, а к тому времени оно уже было достаточно раскручено. Вот. И он мне написал ВКонтакте, и была удивительная реакция. Я не поняла, кто пишет. То есть я читаю сообщения, а человек пишет Наташа, та-та-та, на ты, и дальше снова вернемся к сотрудничеству. Я читаю фамилию и имя. Я не знаю этого человека. Думаю, ни хрена себе. Какие-то неизвестные люди начинают со мной общаться. И на ты. И на ты. И предлагают сотрудничество. И еще говорят, что раньше сотрудничали. И я сидела, думаю, ну у меня аж вроде нету деменции. Что это за человек? Я открыла страницу, начала смотреть, и я узнала его по фотографиям. Он сильно изменился, но я узнала его по фотографиям. Я написала отказ. И при этом, вот видишь, как, как, если бы, если бы я осталась на зацепе, и осталась там, было бы потеря разума. Реально потеря разума. Доведение до психических определенных состояний, где идет расстройство психики. И в то же самое время через благодарность можно завершить все так, что ты потом не вспомнишь человека. То есть это настолько сархивировано и не нужно тебе в жизни дальше. Это полное, тотальное завершение. Ну, тогда это кармы. То есть сейчас это вспоминаешь, вот как опыт вынесенный, и вспоминаешь только благодаря тому, что он тогда написал. То есть это было, наверное, года три назад. Уже инфодайюн был. Вот. То есть вот такие секты были. Были секты другого склада. Были секты, ну вот как бутизм, кришнаиты были. Были. То есть вот эти хождения, я же искала Бога везде. А как ты найдешь Бога без массовок и без всего этого? Я искала... В религии же говорят, что он где-то. Значит, ты его ищешь где. Ты пошла. Я пошла его искать. Я честно его искала, много лет искала. И каждый раз это был вынос из себя ответственности, вынос из себя авторитета. Каждый раз это были одни и те же грабли. И каждый раз я сталкивалась с одними и теми же проявлениями людей. То есть однозначно была жадность, однозначно была зависть, однозначно человеку давали определенные физические нагрузки до изнеможения, чтобы он терял рассудок, либо же психические нагрузки с перегрузкой психики, чтобы он разгонялся, а потом шел обвал такой. И в какой-то момент он тум и выключался. А иногда это совмещалось психическое и физическое нагрузка. То есть разные моменты были. И это все называлось практиками. И практики, как правило, имели такие интересные названия, типа осознанное умирание, исполнение желаний. Мы обучим вас там волшебству жизни. Вы там еще... Это все, вот сейчас открой интернет, это все 100% есть. и люди в это верят и ни один из них не говорит слышь чувак верни авторитета в себя иначе ты овен и повел и потом дальше каким образом эта секта будет отличаться человек ждет секту это вот представляет себя масонское братство с начало с мечами и так далее ну наверное где-то и такое есть с этими ритуалами но это счет все сейчас так завуалирована вот возьми секты которые готовят лидеров вот само название лидер это ты один это ты авторитета себя стадо лидеров борется за выживание и они несут туда деньги они несут туда семьи и даже не задумываются и не задумываются опять-таки точно такие же стадные лидерские тренинги не лидерские женские тренинги собирается там 200 женщин и мужчина их поливает что вы там суки вы там такие вы там сики вплоть до удара по щеке как ты переживешь и так далее вот это жесткие считаются женщины идут ведь они хотят мужика и в нем видят там самца и потом я просто знакома была с таким самцом с ним но я никогда не была у него на тренингах я слышала отзывы об этом женщина не я вот на это когда смотрела я понимала что это придурошность это полное отсутствие разума это сегодня есть как женские тренинги которые ведут мужики массовые не как правило идут массовый потому что надо спрать большее количество денег и это все существует и зачастую это сейчас прикрыто грифом психотерапия еще похлеще то есть там используется элементы гештальта там используются элементы гипноза там используется для завлечения мы там проработаем ваши родительские детские отношения родители виноваты в том что у вас когда в завлекаловки в анонсе идет кто-то виноват и мы будем это прорабатывать все все труба ты овен все уже тут понятно вынесена вынесена значит все вот за этим выносом всегда надо смотреть как только что-то из тебя вынесли год by my love единственное куда можно ходить это когда ты видишь интерес разобраться в теме и даже вот смотри с нашими стажерами когда они рекламу пишут был недавно случай когда они написали свою рекламу привязались там каким-то там я уже не помню вальпургиевой ночи еще там к чему-то к перу ну к леле там что-то такое вот если ты такую рекламу как они написали выдаешь это стопроцентная секта держись от этого подальше смотри но при этом они же целью ставили ознакомить людей и не вовлекать а наоборот вернуть ответственность наоборот то есть они шли через инфодайвинг а инфоode it всегда возвращении ответственности в человека это всегда возраст н woca да это всегда сборка человека это искренность открытость и включи свой мозг и думаю что ты делаешь да вот они думали что вот знаешь вот на интерес человек пойдет а это нет это сектантские приемы вот на интерес это когда ты человеку честно говоришь. И вот ту рекламу, что мы переписали, мы рассмотрим, что такое Леля, кто такой там Перун, мы рассмотрим вот эти, ты конкретно. И все по-другому сразу звучать стало. И у человека, если у него проснулся интерес, им интересно с этим познакомиться, это одна тема. А если он вынес туда ответственность, и там кто-то у него виноват, или кто-то там что-то ему даст, и все, он за ноздри пошел. Вот эти моменты, они очень важны, и даже когда смотришь, читаешь рекламу, в рекламе зачастую видно, как человек, ну это нам видно, как человек подменяет. Ну вот возьми тут же саму искренность и правдивость. Конечно. Как подмены. Я и сегодня кстати столкнулась, сейчас уже не вспомню, тоже столкнулась с тем, что вот просто у кого это я сегодня именно после просмотра наших текстов, наших стримов. И человек пытается подменить. И вывернуто было, да. А, про женщин! Про женщин! Вдруг! Именно что только женщина, в ней вся сила, именно она может изменить мир, да. Вот прям вот это, вдруг человек так, и я понимаю, понятно. Откуда ветер дует? Так ты хоть укажи, где ты взял жизнь, да, что вот услышала или услышал и задумался, ведь действительно так, и начни вот так. То вот услышала вот здесь, там, в инфодайвинге, да, вот это было бы действительно искренне и честно, открыто, да. Зачем вот эта ложь, подвох, вот этот заход, знаешь, как через ПСП, попу. Да, да, да. Вот, понимаешь, когда человек заходит сзади, он преследует корыстный интерес. То есть, первично ведет жадность, не искренний интерес. И хочется присвоить еще. И хочется присвоить, ведет жадность. Когда ведет жадность, то человек цепляется, он же сам цепляется, он себя цепляет за ноздри. И человек перестает быть искренним. Он тогда начинает служить людям. «Ну, увидите меня, услышьте, я для вас делаю, я для вас танцую». Я такой хороший, посмотрите, да. И он становится артистом погорелова театра. Его подсознание досмотрит и говорит, ну, посмотрим, как ты будешь танцевать дальше. Посмотрим, до какого уровня ты можешь дотанцеваться. И это танцы вниз, а не вверх, на самом деле. И подсознание просто наблюдает за этим и смотрит, ну, танцуй, чувак, ну, танцуй, танцуй. И здесь идет потеря себя. Полностью потеря себя. Это очень тонкий момент, когда человек не осознает, ему кажется, ну, а как же, я же по-другому денег не заработаю. Заработаешь. Еще больше заработаешь. Если ты будешь искренним и открытым. Если ты не будешь лгать. Вот смотри, даже такой пример с ложью. Вот опять-таки. И это же используется в тех же самых сектах. Все по образу и подобию. Я иногда, когда смотрю, мне просто голова кругом идет, как все по образу и подобию устроено. Вот смотри, цепочка. Женщина разводится с мужчиной и да, погорячилась, да, дурь сделала, но по-прежнему в сердце он есть. Она же не может ему позвонить и сказать, слушай, вот думаю о тебе, чувствую тебя, глупость делала, не могу тебя забыть, плохо мне без тебя. Вот рук твоих не хватает. Ни одна женщина не может этого сделать. Что делает женщина? Звонит этому же мужчине и говорит, а ты на ребенка деньги забыл, а ты там то, а ты там то и наезд такой. Или лапонька такая, ой, научи меня, пожалуйста, там какие-нибудь финансы по какому-нибудь коридору получить банковскому. И мужик, а мужик, он же чувствует, и он ожидает, что ему скажут, ты мне нужен, я чувствую тебя, я хочу тебя, я хочу твоих рук, например, я хочу твоих объятий. Он этого ждет, а вместо этого расскажи мне про банк или наезд по ребенку. И что делает мужик? Как тупая игра. Тупая игра, да. И мужику становится противно. Он так, фу, уберись, уберись отсюда, чтобы я тебя не видел. Ты лживая сучка. И идет еще большая война. И он и денег тогда давать не хочет, и объяснять ничего не хочет. В лучшем случае на дистанции. Тупая, глупая игра. И, кстати, это очень сильно напоминает, как и с детьми, то же самое. Дети, они очень хорошо чувствуют, да. Но взрослые, они считают, что ребенок не понимает, не слышит, не чувствует, его можно обмануть. А на самом деле это такой отпечаток у ребенка. Он же видит эту ложь, он чувствует, он чист. Ребенок чист. И он эту ложь, он воспринимает сразу, у него, у него она глубоко-глубоко воспринимает, чувствуется, да. И ребенок, получается, он чему учится? Ему неприятно, он видит, что обман какой-то, такой некомфорт, но постепенно он привыкает к этому. И как бы это образ жизни, и он забывает уже ту чистоту и входит вот в ложь. Ты мне сейчас напрямую. Так, а ну понимаешь, вот эта модель поведения, казалось бы, на уровне женщины. Если возьмешь на уровне целого направления, возьми направление пикап. Я когда смотрю, я иногда офигеваю, когда человека ставят, вот женщина идет по улице, девушка, к ней подскакивает мужик, говорит ей, ну достаточно оскорбительные вещи. И у женщины есть два варианта. Либо она должна задавить себя и перекачать вот это свое удивление и раздражение, и злость, и обиду, да, потому что это все поднимается в ней. То есть есть эмоция, которая поднимается. Ей надо это все вытолкнуть из-под сознания, задавить себя и быть хорошей девочкой. И тогда рассмеяться, типа ха-ха-ха, ты пошутил. Но это же не шутка, это оскорбление, это разные вещи. Это не юмор богов. Юмор – это то, что тебя возвышает и то, что делает тебя счастливым. А это не делает тебя счастливым, это тебя подавляет. Либо же второй вариант – развернуться и сказать придурок, да, и дать по голове. Но это выплеснуть свою эмоцию наружу и тут же тебя обхают, что ты не понимаешь чувство юмора, ты дура там и так далее. И ты получишь ответку, потому что ты сформируешь выплеском эмоций свой событийный ряд не так, как ты бы хотела. Ты уже в игре. То есть это, знаешь, когда ты съел пищу, и она не переваривается, и она комком стала в желудке, и она не может выйти ни через рот, ни через жопу. И вот получается, и не знаешь, какую сторону лучше. И эта женщина схватила и уже переварить не может. А переварить не может – это что? Это болезнь. Это выделение сознания болезни. И получается, вот это направление сейчас массовое. Пикаперы, так называемые, модные, пришедшие с Европы. А на самом деле это глупостная вещь. Человек ведь идет, он в своих каких-то мыслях, а ему вдруг неожиданно этот пикапер подходит и как неожиданные вещи говорит, и резко так фу, что-то, да. Человека ведь что делает? Выносит от неожиданности. Выносит. Вот оно сознание болезни. Заваливается. И в это время туда ерунду пихнулся. И человек понес, он вроде шел совсем с другим внутренним состоянием, а тут он уже пошел. Хлебнул на возик. Знаешь, как затутанный. На самом деле, хоть он там смеется, да, ха-ха, хихи, а на самом деле... А униженная, униженная женщина пошла. Да, да, да. Это настолько... И это считается нормой у молодежи. А пикап ведь вырос откуда? Из гипноза. А гипноз вырос откуда? Из сект. О. Это все из массовок. Все секты строятся на гипнозе. Так я же к гипнозу и приходила, приходила на самом деле много лет. Я к гипнозу пришла где-то году к 14-м. Реально уже психотехниками я занималась к этому моменту лет 6-7. То есть плотно занималась. А если взять весь путь, начиная там с НЛП, то это с 98-го года. Там вообще дурной путь. Но там он был сопряжен с основной работой. А это уже, когда я полностью посвятила психотехникам жизнь. Так вот, получается, когда я пришла уже к гипнозу, я приходила сюда осознанно. Я осознавала, что абсолютно все религии, абсолютно все секты это гипноз. Это гипноз. Абсолютно все направления. Энергетическое, терапевтическое, мануальное. Какое ты назови, какое хочешь, это гипноз. Там, где человека усыпляют, он расслабляется, и в это время звучит какая-то речь, то, что ему идет как установка, это гипноз. Даже, казалось бы, вот сейчас скажу жесткую штуку, вот спецподготовка, вот там марш-бросок, вот прибежали эти солдаты, сели, и им говорят, и сейчас у вас минута психологической разгрузки. Они так расслабились, и им медитацию. В середине медитации они уже не слышат, что звучит. И там уже, что заложили туда, то у них туда и закладывается. Даже в этих вопросах. Я такие медитации слышала все-таки, сколько лет было отдано на бесконтактном убое и работе с Белоусовым и Лавровым. Именно слышала? Конечно, как вот позанимались. Но не Белоусов и Лавров обработку делали. Мы проводили занятия на базе воинской части. Арендовали там зал. И я видела, вот в занятии Лавров отдельно занимался с ребятами, с военными. И вот они позанимались, и потом начал заниматься с гражданскими. То есть пошел уже семинар платный. А в это время этих ребят, которых тренировали, их еще там подгрузили. И потом я спрашиваю, а что там? Говорят, а сейчас у нас минутка релакса. И я так слушаю. И говорю, ребят, ну зачем? Ну, говорят, это входит в образовательную программу. Ну, наверное, так надо для каких-то целей. Ну, вот тогда объяснение, откуда рождается... Вот, если ты видела там кадры, когда человек может выстрелить человека, когда человек может сотворить какую-то хрень с другим человеком. Ведь это же разумный человек не сотворит. Значит, там должна работать программная установка какая-то. Вот эти программные установки так и работают. И точно так же это же касается людей, которые, например, страшные вещи, там, Синрикю эти, Ау Синрикю, Синрикю секты, которые были в Японии и так далее. Или здоровые, или там подрывники были лет 10 назад, там, женщины и мужчины все подрывали себя. Ведь здоровый на голову человек не будет этого делать. Значит, надо ему как-то заложить это на программном уровне, чтобы он пошел и как робот сделал. А смотри, вот мы сейчас очень плотно занимаемся автоматизмом человека. Глубоко и основательно. Просто разложили психику, как работает этот автоматизм. Так вот это же у каждого человека мы без автоматизма не можем жить. Мы, по сути дела, все роботы-автоматы. Не по сути, а так оно и есть. Так оно и есть, да. Вопрос у нас, будут проблески разума или не будут проблески разума? Но инстинкты у нас никто не отменял, мы без них жить не можем. И полностью вся роботизация прицеплена к инстинктам. И, соответственно, хочешь сектовать человека, сделай из него автомат. А хочешь сделать из него автомат, перекрой каналы восприятия и загрузи свою информацию. Но он при этом будет болеть. Для этого авторитет должен быть. Авторитет. Да, однозначно. Без авторитета никуда. И поэтому вот даже, смотри, нас будут смотреть люди, я бы людям сказала, ребят, если в вашей жизни, кроме вас, появляется другой авторитет, вы в секте. Для вас, если в вашей жизни, для вас появляется авторитет, вы в секте. И если вы в инфодайвинге сделаете из нас авторитет, мы вас очень больно ударим, и вы не будете учиться инфодайвинг. Причем ударим мы реально в самую больную точку, ту точку, которая заставляет вас выносить авторитет на нас. Это же касается и мам, с кем мы работаем, и абсолютно всех. Авторитет возвращается в себя. Ответственность возвращается в себя. Без этого нету движения в развитии. Да, именно поэтому, когда мы отвечаем мамам, отвечаем жестко. Жестко. Этим самым, мам, какие вы жесткие, как вы грубо ответили, а на самом деле мы человеку возвращаем домой. Самого себя. Да, самого себя домой. Да. Просто вот больно, пинком, но возвращаем. А человек при этом еще и сопротивляется и обижается. Потому что потребность в игре у человека. я все для вас. Да, а вы как это? А вы как это? Нет, ты все для себя. Это твоя жизнь, это твоя реальность, это твои дети, это твоя ответственность. Ты все делаешь для себя. И пока ты этого не научишься контролировать, пока ты будешь распыляться наружу, ты будешь лгать. Да. Как только ты уходишь от себя, ты предаешь себя и ты лжешь. ты предаешь себя и никого-то, себя. Только себя. предательство и ложь будет получаться. Хочешь быть действительно счастливым, хочешь быть гармоничным, хочешь быть в любви и счастье, значит, начни с того, что вернись домой. Вернись. Все ты. Да. А для этого надо быть искренним. Искренним. Открытым. А для этого и женщина, что мы говорили, да, женщина или мужчина, который соскучился, он, у него просто открыто говорить надо, надо говорить, как чувствуешь, а не выкручивать и создавать сеть, в которую сам же попадешь, сам же в нее попадешь. А смотри, а тогда чему обучать человека? Вот возьми тренинги женские. Блин, мы сейчас разнесем этот рынок. Возьми женские тренинги. Вот просто послушай сейчас психологов. Я в инстаграме это уже слушать не могу, я сразу перелистываю. Это невероятно. Потому что Точно. А как вы поступите здесь? Надо же вот так, надо вот так. Кому надо? И сидят гуру такие. Гуру такие. Вопросы задают и гуру отвечает. Вопрос задают, а мне это лучше или это? Кто знает, как тебе лучше? Ты только знаешь, как тебе лучше. Я так у нас, когда такие вопросы задают на стримах, я их просто пропускаю. Вы на соответственности и все. Вы на соответственности все, нет человека. Вернись домой, это другое вопрос. Вернись домой, будем разговаривать. Мы разговариваем только с теми, у кого есть кто-то дома. Если дома никого нету, нечего вообще, возвращайся. Без этого нет диалога. Потому что ты с пустотой разговариваешь. Как ни скажи человеку, он сделает. А смотри, как эта пустота проявляется, например, на производстве. У меня был такой опыт, когда я была директором. У меня был такой опыт, и я его вспоминаю с благодарностью. Опять-таки я пришла на фирму, которая разорялась. Пришла как кризис-менеджер. И вот человеку даешь задание, тебе надо сделать то-то, то-то и то-то. Человек уходит, делает вид, что он старается и делает. Подходит формально, потому что он все делает, чтобы мне показать, что он выполнил задание, но при этом он ни хрена не делает. То есть дома никого нет. И потом хочет зарплату. Я это называла саботажем. И ты знаешь, когда предприятие терпит крах, то самое страшное это саботажники. И если ты приходишь на предприятие, где идет крах, надо уволить всех работников на хрен. Всех под ноль вырезать, набрать новых, и только тогда можно спасти предприятие. Иначе вот этот вот саботаж тебе придется контролировать и держать внимание на всех старых людях, кто остался, кто считает себя специалистами, без которых их уже никак, потому что они будут саботировать, делать для тебя, а ты будешь тратить ресурс на них. И вот эти саботажные вещи это невероятные вещи. И я, когда смотрю периодически на то, что происходит в нашей стране, я вижу саботаж на огромнейшем уровне. Понимаешь? Я понимаю, что их просто надо взять и разогнать в деревню. Разогнать, чтобы они занялись сельским хозяйством, поднять фермерство, поднять там. Натуральное хозяйство должно быть. Смотри, вот вчера коврик мы видели. Сколько стоит натуральный коврик? Просто хэбэ. Раньше люди за синтетику хватались, да, мы-мы-мы. И обесценивали натуральные ткани. Вчера вот этот вот ковричек космические деньги стоит, потому что он стопроцентное хэбэ. А если это стопроцентный лен? А если это конопля? Не надо наркотическую коноплю, натуральную коноплю. Если в нашей стране не уничтожили леноводство, то коноплеводство однозначно ляжет сверху и даст выхлоп охрененный в поддержку этих предприятий. Более того, загрузить целлюлозную промышленность и люди не будут убивать сейчас лес, раньше времени его портить, потому что он все равно стоит дорого и будет стоить дорого со строчкой во времени. С Европой все равно все наладится, и тогда его можно будет продать в энное количество раз дороже. И не надо его гробить на целлюлозную промышленность. Для этого конопля подойдет. Я как-то была недавно, буквально, может, неделю назад, родителям, когда сказала про коноплю, что говорю, я везла их на дачу, и просто поля там пустые были. Они говорят, вот, не знаю, что будут сеять там колхоз. Я говорю, коноплю, они вдвоем. Они так, ааа, да, это и начали вспоминать. И с коноплей там то-то было, и то-то, и обезвреживание там, обеззараживание. Обеззараживание. Они сами, они прям вот так, да. Так это же было до 70-х годов, это была культура такая, вау, это подъем сельского хозяйства. И на самом деле, пока живы те, кто с ней работал, кто еще, это же были целые хозяйства огромные. В Беларуси это огромнейшая отрасль была, уничтоженная полностью. Если ее сейчас вернуть, это будет дорого, и это подъем, и вот этих вот всех саботажников нахрен в сельское хозяйство работать. Но нахрен, когда я говорю, это дать возможность открытия семейных бизнесов. Да. Это фермерство. Это каторжный труд, но это человек за это будет получать, сколько заработал, столько получил, но это честно. А не так, что я перед директором или там перед руководителем глаза ему втер, да, и потом смотрю, а как ты выкрутишься, падла, выживешь ты или нет, разнесут тебя еще выше или не разнесут. Подстава такая. Да. Так я помню, как тогда это было. У меня такой опыт есть шикарный. А ты вот говоришь, да, ты рассказываешь, а у меня сразу на физическое тело. У меня все по образу и подобию идет через физическое тело. И я сразу, вот ты, значит, говоришь, что надо сразу всех уволить, да, и набрать новых. Я понимаю, если какая-то, вот даже возьми онкологию в теле, то ее частями нельзя. Нельзя. Сразу вырезать надо. Ее надо полностью вырезать. Вот это тоже по образу и подобию. Да, как онкологическая опухоль. И люди, саботаж – это онкологическая опухоль. Точно так же, как беженцы – это онкологическая опухоль. Метастазы побежали. И, кстати, если брать по образу и подобию, смотри, мужчина-женщина, секты, да, пикап, а возьми взаимоотношения на уровне государств. Если не переварил, не переварил деньги, да, много было выведено из страны и не переварил, что происходит? И сверху запор, и снизу запор. И распирает до взрыва. Взорвет. Взорвет. Интоксикация, да. Интоксикация идет и взорвет тело, порвет кишечник. Другого варианта и не будет? Да. То есть, когда вот эти все процессы целостно видишь, понимаешь, что пробку надо выбить тогда либо сверху, либо снизу, и организм отстроить, как часы. И тогда надо смотреть, не ешь непереваримую пищу. Ешь то, что переваривается. Да, и думай, что ешь. И думай, что ешь, да. И думай, где хранишь свои деньги. Вот про оффшор, про белорусский. Только Беларусь будет оффшорной территории. Отсюда это должно идти. И тогда не будет выведенных денег и несваренной пищи. Вот она, несваренная пища. Вот оно. Оно настолько очевидно. Вот эти вещи, когда осознаешь, понимаешь, ребят, где вы попали? Мужики, вы на глупости попали. А вы ведь могли это предвидеть. Это же разуме. Это невероятно. И это все настолько целостно, это настолько все гармонично, что смотришь и диву даешься. И опять-таки, вернемся к сектам. Да, я только хотел сказать, что давай да. Путь-то пройден большой. Секты – это бизнес. И не надо рассказывать, что секты – это духовное развитие. Ты мне можешь рассказать про даосизм, про ламу какого-нибудь Далай или Кармапу 17-го. Была я у Кармапы 17-го. Могу рассказать, как приносятся дары. Могу фото показать, как он выглядит и все остальное. Но это бизнес. Это крутейший бизнес. И смотри, этот бизнес, если ты секта, например, лидерская, как я говорю, пидерская, если ты секта по женским тренингам или по мужским тренингам. Кстати, женские и мужские просто по половому признаку разделяют. Вот отвлекусь на минутку. По половому признаку разделяют. А смотри, что делает жадность у людей. Одежда унисекс. Чтобы и тем, и тем, чтобы уже все сразу и купили. В итоге никто не покупает. Вот твоя жадность. Потому что надо делать красивые вещи, а не унисекс. Унисекс – это у психически больных идет потеря ориентации по половому признаку. А у людей здоровая психика, они знают, что такое мужчина, что такое женщина и что мужчина делает с женщиной. А если они этого не знают и у них надо, чтобы женщина делала с женщиной или мужчина с мужчиной, это психическое расстройство и по-другому не бывает. Пускай они лгут себе. Можно оправдать все, что угодно, но это будет ложью. И все равно человек придет к тому, что эту поломку надо будет в башке устранять. Именно в башке. Так вот, смотри, те же самые секты, которые разделяют там, мужчин там накачивают, тренировки там. Недавно было, из Москвы шло очень модное течение, молодость или как там так называлось. Там мужиков вот так юзали, да. Но точно так же можно юзать женщин. Неважно. Но эти платят налоги. Эти платят налоги. Их государство жестко держит за шкирку. И даже вот в Минске была история с задержанием. Тоже такая же тоталитарная штука была. И было задержание громкое. Потом были разборки. Человек просто рассчитался с государством. Это правильный подход. Возьми религии. Даже в Америке религии не платят налогов. Подождите, ребят, но это бизнес. И крутой бизнес. Это крутой бизнес. Пока мы не назовем искренне и честно все вещи своими именами, мы будем иметь косяки. Хотите иметь развитое государство? Хотите иметь действительно полноценное развитие? Хотите действительно иметь золотой век? Назовите все так, как оно называется. Все честно. Все искренне. Это бизнес. Этот бизнес должен платить налоги. А в итоге что делает этот бизнес? Я недавно с Ярславом разговаривала. Нам, чтобы пройти в школу, надо пройти по этому склеру новому, который называется как Девевелка, или как-то там озеро. И деревья посадили. Деревья еще молодые. Но получается озеро, там речка такая гнилушка. И два озера образуют. Одно, и потом дальше второе. И между ними улицы проложены, и машины ездят. И получается территория такая подтапливаемая, низинная, болотистая. Вовин друг там умудрился, был почти по шею влететь в топь. С кочки на кочку прыгал. Обычно там люди не ходят, там огорожено все. Но там, где можно, там уже сделаны зоны отдыха, благоустроили. Так вот, Ярослав мне говорит, мама, мама, ты видела? Говорит, озеро разлилось в этом году очень сильно. Ну и показывает мне фотки, как он сделал, как он ходит в школу. Говорит, ну ты по дорожке обходи, тогда не надо через сквер идти. Он говорит, мама, мама, смотри. И фотки, а там это озеро подступает, там, где должны были построить бассейн, почему-то город отдал это место под церковь. И эта церковь практически в воде. То есть уже готовы в низину засунуть, только что бесплатно землю города взять. А дети в бассейн ездят. Вот гимназия Намазурова ездит в бассейн, в каменную горку. То есть детей возят туда, тренер собирает и возит в каменную горку. Своего бассейна в окрестностей нету. Зато церковь есть. Зато церковь есть. Подождите, ну это бизнес. Она пускай заплатит за эту землю, за все остальное. Может, я не в свои дела лезу. Но это же не про честное отношение с государством. Это не честно. А это значит, будет косяк. Будет предательство. Будет. Оно по-другому не может быть. Я это знаю себе. Все гуру, с кем шли вот этим вот путем, всегда было предательство. Всегда. Видишь, ты видела закулисье. Я закулисье видела все. И это помогало тебе вот видеть двойную жизнь и открывало глаза тебе. Потому что если есть обман, обязательно будет возвращение к себе. Оно будет через боль. Да? Всегда. 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 Абсолютно. И даже неважно, осознаешь ты, что это обман, или не осознаешь. Это... Ты проходишь опыт, и ты должен это осознать. Все. Это как обучение в школе. И я, когда оглядываюсь на свое прошлое, я настолько, на самом деле, каждому тренеру благодарна, с кем я взаимодействовала. Это был невероятный опыт. Это была... Невероятная школа. И при этом, смотри, ведь практически со всеми тренерами взаимодействие было, но недолгим. То есть, самое длинное там было, наверное, ну, года четыре. А потом оно как-то так и уходило. Уходило разными вариантами. Вот опять-таки тоже были очень болезненные варианты. Я тебе как-то рассказывала, был болезненный вариант, когда целое направление, откатанное, спортивное, 80 человек. Блин. И да, вот оно. Вот оно типично, как все надо называть своими именами. Бизнес есть бизнес. И вот попытка создать секту, разрыв отношений с тренером. И я когда лежала в роддоме, мне позвонили и сказали, что у вас там идут нарушения на тренировке. Я говорю, как у меня этого тренера нету, я в роддоме лежу. Мне говорят, он в Беларуси работает. А это пригласили люди за моей спиной. Это было предательство. Ну и что же опыт? Это опыт. Хороший опыт. Это опыт. И, кстати, тоже закрытый через благодарность. Я всегда благодарила, всех благодарила. И этот опыт позволил мне развить другие направления, более сильные и более экономически целесообразные. И продвинуться дальше в своем интересе. То есть не остановиться, не зависнуть. То есть каждый вот этот шаг, он позволял двигаться дальше. И опять-таки вспоминается с благодарностью. И даже вот такие подставы, предательства, все с благодарностью. Я понимаю, что у меня не была проработана эта травма. Поэтому оно и было, с одной стороны. А с другой стороны, это такой специфический бизнес. И надо вовремя, надо вовремя делать следующие шаги в развитии, для того, чтобы подсознанию не надо было принимать меры, чтобы тебе причинять боль. Не останавливаться, не вязнуть, а двигаться дальше. Чтобы была все время вода, движущаяся. Вода, потому что если останавливаться, получается болото. Тухнет. Ну вот поэтому мы с тобой и пашем постоянно. Да, да, да. Поэтому вот, если бы мы хотя бы на мгновение остановились, то... Знаешь как, на мгновение остановились, развернулись, кажется, о, тема. И в ней начали бы эту тему одну начали бы развивать. Вот это и есть уже болото. Уже болото, да. А когда ты идешь и выдаешь материал, и идешь, и идешь на искренности, открытости, что делаем мы, то всегда дует свежий ветер. Так вот оно, понимаешь, вот книга одна закончена, я уже чувствую, что я притормозила, не успеваю ее вычитывать, и понимаю, уже пишется следующее. Причем другой, совсем другой уровень. Это уже книга будет, которая как учебник будет по магии, в дальнейшем переврана под черную-белую магию. Уже понимаешь даже, что из этого вырастет, да, потому что это все-таки Тащик Пандоры, он уже открывался, и это все по одному и тому же образцу идет. Вот. Но, когда вот эти вещи осознаешь, все равно интересно пройти этот путь, интересно углубиться, с одной стороны, а с другой стороны, мне сегодня интересно наработать психотехническую базу, я сегодня осознаю, что мы сделали целое отдельное научное направление. Кстати, наука – это тоже бизнес. Да. И не надо ее садить на шею государства. Она должна полностью окупать себя. Если она себя не окупает, грош ей цена, ее надо выкинуть и оставить на самоокупаемость. Тогда уйдут вот эти вот, те, кто пьют, уйдут те, кто едут на шеи, слабые, никчемные, слабые навозные жуки. Да. Наука перестанет гнить. Останутся только те. Наука перестанет гнить. Она сегодня гниет. Гниет. Ее надо тоже назвать своим именем. Это бизнес. И бизнес должен идти не на дотациях. Бизнес должен быть самоокупаемым. И мы, кстати, показываем пример этого дела. Да. Когда я осознаю, какие вещи мы прошли, проделали и так далее, и понимаю, что это целое научное направление, которое войдет в науку однозначно, и мы не взяли у государства ни одной копеечки, не попросили нигде помощи, ничего. И теперь надо это положить на практические рельсы, методологию, дальше центр, работа с людьми через центр, подготовка специалистов, полностью все свои методики. Ничего нигде не просядно. И мы уже готовы к этому. И мы готовы. Платформу надо доделать еще. Вот с платформой затык и с методологией затык. Затык. Угу. Вот. Но это как раз на эти полгода работы. Угу. И понимаю, что... Блин, мы вообще круто валим. Идем в чистую. В чистую. В чистую. Просто идем в чистую. И искренне. И искренне. Как дети. Вот открытые. Искренние. Искренние дети. Блин, у меня по образу и подобию идет. И видишь, у тебя опыт 12-летний, да? У меня этого опыта нет. Я не попадала не в секты. И к религии я относилась. Ну, вот. Ну, единственное, что где я... В религии это поиграть вот в эти праздники. И то я... У меня действительно не было... Хоть у меня в роду... Ну, как в роду? Там бабушки. И то только по папиной линии. Так конкретно верующие, да? У меня нет. У меня с детства шло что-то не то. Не понимают. Как между строк. Даже Библию бабушка читала. А я ребенок ее слушала. И понимала, что бабушка ее не... Как-то она ее не понимает. То есть я помню, она читает, она ее наизусть. А я, ну, не знаю, сколько мне лет было. Ну, 6-7, может. И я ее слушала. И понимала, что она не слышит ее. Не понимает. Что там... Да сейчас я уже... Я уже знаю, о чем я тогда ребенок не догоняла. Именно Библия написана между строк. А человек ее воспринимает вот как видит, так и воспринимает. Но не ладно. Я не попадала не в секту. У меня не было этого опыта. Абсолютно. Это точно. Я в этом плане благодарна тебе. Да? Потому что благодаря тебе я тоже получила опыт сект. То есть ты поделилась со мной вот этими знаниями. своего пути, да? А для меня это вот... Слушая я для себя, внутри... Ну, у меня знания закладывались. То есть я теперь знаю. Знаю. Ну, во-первых, сейчас уже, когда мы уже три года с тобой в инфодайвинге, мы уже это просто через себя... Я вот лично за себя скажу. Через себя я столько знаний достала. Столько для себя. И эти знания, которые подтверждаются постоянно. Подтверждаются, что это так и есть. Вот это очень интересно. А вот смотри. Секты, казалось бы, и власть. Но это мы продолжим в следующем подкасте.